Всем привет! Имеется у меня парочка вот таких селедок. Буду их разделывать и делать пресервы. Погнали! Беру разделочную доску, покрупнее и побольше, народные салфетки в качестве туалетной бумаги и какой-нибудь кулечек, пакетик для отходов. Беру селедку, в первую очередь отрезаю ей голову, в отходы ее, затем отрезаю хвост, тоже в отходы. После этого нужно аккуратненько отрезать пузико. Главное делать надрез невысоко, иначе порежутся кишки и все потечет, потом это все придется вымывать, в общем будет неприятно. Примерно пол сантиметра от низа рыбы полосочкой аккуратненько надо отрезать. Пузико хорошо отрезалось, кишки не зацепил. Тоже в отходы его. После этого нужно удалить внутренности. У меня рыба с икрой, кто-то ее ест, кто-то нет. Рыба теперь грязная, надо протереть ее внутри. Удалить все эти пленки, все остатки внутренностей. Практически насухо. Вот рыба уже практически чистая. После этого делаю надрез вдоль спинки глубиной примерно сантиметр. По всей длине. С одной стороны и второй надрез со второй стороны центрального плавника. Аккуратненько, неглубоко. Примерно сантиметр. Чтобы не зацепить ребра. После этого вставляю два пальца и аккуратненько вынимаю центральную часть. Вместе с плавником. Аккуратненько, аккуратненько. Все отходит, вынимается. И тоже в сторонку. Затем нужно снять шкурку. Поддеваю с угла. И аккуратненько тяну. Шкура отлично снимается, легко. Рыба свежая, не гнилая, не трухлая. С одной и со второй стороны. Единственное, конечно, держать нужно крепко. Потому что скользкая шкура. Затем рыбу нужно расфилировать. Для этого вставляю пальцы между ребер сверху и снизу. И как бы продавливаю по всей длине рыбы. Главное сильно не давить, чтобы ребра не поотваливались и не остались в филе. Так, пальчиками понадавливать. Чтобы оно начало отходить. Затем снимаю филе. Вот как видите, кости остаются на хребте. В филе костей почти нет. И также со второй стороной. Поддеваю, надавливаю. И отделяю хребет. Практически все кости остаются на хребте. Оставшиеся кости прощупываю пальцем. Вытягиваю, где что осталось. Их немного. Практически на рыбе и нет. Также удобный способ вынимать туалетной бумагой. Можно взять, провести бумагой. Где кость. Раз и сразу три штуки. Тоже удобный способ. Костей практически нет. Затем беру филешку и нарезаю полосочками примерно сантиметр-полтора толщиной. Мне нравится именно таким размером. Удобно складывать в баночку, делать пресервы. Когда они одной толщины. Филешка нарезана. Затем беру емкость и укладываю в нее филе вот таким образом. Немножечко притрамбовывая один кусочек к другому. Филешка натрамбована. Заливаю ароматным маслом, которое бабушки продают. Немножечко туда-сюда нужно побультыхать, чтобы масло растеклось и заполнило все пустоты. Затем добавляю немножечко уксуса. Кто-то любит больше, кто-то любит меньше. Тут такое дело на любителя. Затем зеленый лук. Можно конечно и репчатый добавлять. Снова немножечко масла сверху, чтобы оно покрыло всю рыбу. Вот такая красота получается. Можно употреблять в пищу сразу, а можно отправить в холодильник на пару часов, чтобы промариновалось. Так будет вкусней. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита, всем пока!